Вот чему учит Путин, Украину, украинцев извлекать полезные из уроков, не тех уроков, которые были постоянно в истории шароварщины. Мы требуем, чем ты требуешь, цитюркой от тех реальных событий, буквально последних, с освобождением политзаключенных Сенцовых и других наших политвязней с застенков Кремля. Учит извлекать из этого хотя бы события уроки, чтобы эти хотя бы события правильно интерпретировались украинской стороной, которая очень ласса, очень сладка на шароварщину. Первый из уроков из всего этого это никто вам, Украина, не виноват, что у вас такие продажные политики, которых вы же выбираете. Кто же еще? Никто вам в этом не виноват. Ни в Ющенко, ни в Кучме, ни тем более в Янукович и Порошенко тоже. То есть это все ваши действия на вашей арене, за которые идут последствия. Это продажность. То есть если ты среднестатистический избиратель, единица общества, избираешь себе подобных по своему уму, сердцу, розуму, разуму и совести имбецилов, чмырей, воров, таких же, как и ты, потому что ты же их избираешь. Значит, тогда ты виноват во всем том, что творится в государстве. То есть не он продаст армию и все остальное, что в этой Украине может обороняться. Так ты продашь, потому что ты такой же, как и он. И таких большинство, значит, тогда или вы перевоспитываетесь, или не скулите тогда, когда у вас дрюка во все дышла. То есть какой у тебя аргумент еще, кроме того, кроме пустых словечек. Мы требуем соблюдения будапештских меморандумов в этих туалетных бумажах. Мы требуем... Так, раздавайте, извините. После Будапешта вы выбирали ублюдков, которые разокрали полностью армию. Полностью. Уничтожили экономику. Ну, на офшоры все распродали. Вы же выбрали таких ублюдков. Если вы начинаете колоться, становиться наркоманом, вы вздыхаете, то о каких будапештских меморандумах тут может идти речь? Если вы никакие. То есть идиот, сынок или дочка кричит маме. Мама, дай мне денежки. А мама говорит, ты что, сынок, придурок, идиот, ты шнарик. Какие деньги? Ты сейчас их по венам пустишь. Он, да я ж твой сынок. А нормальная мать или отец скажет, ты сынок тогда, когда ты нормальный сынок. А тогда, когда ты ублюдочная мразь, то ты сначала не сынок, а просто больной человек. Ну и чаморочный сынок или дочечка такая же ремаханная может выдавить последний из аргументов. Ну я ж у тебя последняя, последняя дочка, сынок. Мать скажет, да, вот это единственная хрень, которую ты можешь меня сшантажировать, что ты один или одна. Больше у тебя аргументов нет. И ты вдвойне, втройне мразь конченая, если ты используешь такие чмошные, гнидосмердячие аргументы. Так что в этом случае можно сказать только одно, что кохайтесь и народжуйте больше народу, чтобы они не шантажировали вас, что они единственные были. То есть, другими словами, чему учит путиновский преступный режим мир зла? Что он мир зол оказывается, что он не такой, как в книжке, как в мамусе, в пупусе описывают. Но у вас, у украинцев, по крайней мере, есть абсолютно чистая, полная возможность научиться сопротивляться этому злу. И не быть побирачкой, просячкой и тому подобной, наркоматячкой, которая только умеет кричать, спевать песни, порвая макайданы и от этого кайфовать уже. Все, больше ничего не надо. Кайфоваться только в этом. И теперь, когда мир уже начинает на украинцев вот так смотреть, что, о, нифига себе, они могут справляться с таким узурпатором, как Путин. Смотрите, они не боятся, уже они варты чего-то, они уже чего-то стоят. Это же не просто какие-то там, которые рассказывают нам терки о туалетных паперах, Будапестских меморандумах и угодах. А сами гребутся в карманах Путиновских. Сами идут за ним там, как и Ющенко, как и Янукович, потом Росукраинеха, Шлонеха и тому подобная хрень, которая всегда приводит к оккупации. К чужой. Тебя распродают, как сучку, раздевают всю и выкидывают нафиг потом. Потому что ты себя так ведешь, зарекомендовываешь, как сучка. И вот теперь украинские силовики заявили всему миру, что они на что-то способны. Украина украинца. Не просто на шару пить шампанское ездить, как эта, блин, Рошеновская дипломатия, хрень всякая, блин. Ни хрена не делающая все эти пять лет. Тошно становится от этой смроды, от этого смруда. Тогда как польские дипломаты в Норвегии. Там контора такая еще отмороженная счета, Барнауэрна, там где детей забирают. Что им в голову взбредет, то используют для казус-бели, для причины, чтобы забрать детей, а потом задрачивают страну. Это прет их, это их взбудораживает, гордыню ихнюю, и они как на гребне волны пребывают в этом. И вот польский консул поехал, вернее, польский амбассадор, представитель в Норвегии, консул, короче, поехал и говорит, блин, прямо туда, на это событие, там где у польской семьи забирали ихнего ребенка, который живет там, работает в этой Норвегии. И он говорит, ребятушки, полиция пришла, там Норвежская начала панкты гонять, он, ребятушки, там где я, там и польская семья, там где они, там и я. Они ему, слышите, кто-то такой, иди отсюда, они говорят, а он им, амбассадор, говорит, слышите, это вы валите нафиг отсюда, потому что у меня статус неприкосновенности. Я консул, польский, и это мои дети, я их защищаю, моя семья, а вы пшли вон отсюда, там такой скандал разразился, что нифига себе, как какой-то типаж вообще непонятный может так вести с полицией великой, блин, норвежской, блин. Сраные там, с бревиками не могли ничего поделать, шезанутые. Ну, понятно, с бревиком это была левацкая закваска, чтобы очернить весь национализм, шизика подставили в лице этого бревика. Вот так вот нужно вести себя, пример, ну, писовский, писовский амбассадор, не какой-то там тусковский, щенок путиновский, щенок и шавка меркельевская. То есть вот так вот ЛГБТ-сеналивательство дожилось, их людей убивают, там реально валя, там целые каламираты наркопритонов, там аль-кайды и тому подобное, аль-кайды, антимусульманского толку даже, потому что там ваххабитизм какой-то, ну, такой радикализм. Забирайте нахер свои храмы христианские отсюда, во-первых. Во-вторых, вот эти все украинские госарбайтеры, которые пытаются всеми правдами и неправдами зацепиться, вы забирайте их, какие же собачьи отсюда. Зачем они нам здесь нужны? На кой ляг? Это не мы, евреи, ездим к вам туда зарабатывать. Это вы сюда ездите к нам зарабатывать. И мы вам позволяем это делать. То есть любому, позволь там, и в УТЕМ они так само будут говорить, они что-то говорят, что убирайте нафиг, если что там, убирайте свои церкви, Христа убирайте с Израиля, мы тут великие. Ну, а так и та аль-кайда ведет себя так же само, потому что ей дозволяет так себя вести. То есть в христианском мире, в Европе, Европарламент был построен на основах христианских. А теперь там орудует бог знает кто. А эти шизанутые леваки рассуждают о принципах становления, отстановления, восстановления демократии и тому подобное. Законов в принципах права. Казуйстикой занимаются. Вместе с своей страной смердящей венецианской комиссией, которая инсталлировала, только утвердила этот преступный режим Януковича в Украине. Который украл картины у той самой Голландии, которая потом из-за этого не хотела нас принимать в НАТО. То есть, чему учит Путин путятин путиновически? Да, тому, что нужно быть сильными, милитарно, спецслужбами, армия, как угодно, силовики. Быть на самом деле сильными, ну не сильными, чтобы чморить народ, конечно, свой, такой, чтобы он стал тряпкой. А те же силовики и выходят из народа. То есть, народ тряпка, силовики тряпка, и все тряпка, и пометает такие же тряпки, как и они, только посильнее которые. То есть, быть сильными, и тогда с вами будет сильный, там, на равных, не на равных, разговаривать. И о чем-то, что-то решать, вырешива ты. Они скакать, бегать, гопа, гопа, скок, скок, и тому подобное хрень. А Европа что говорит? Не, не будьте don't be powerful, не будьте сильными, будьте демократическими, будьте, а мы будем на вами наблюдать. Вот эта смердячая комиссия, эта сраная соцкомиссия социалистов, сраных этих, венецианская, будет за нами наблюдать. Бабки ей Путин засунет, она за нами будет наблюдать. Вот шизанутые ж, блин. То есть, теперь с примером вызволания наших политвязей, героев. Явно, ясно одно только, что только с сильными и преступники, и противники, и будь кто, ведут вообще какой-либо контакт. Вырешивают что-то. Они с чмырями всякими, барыжными, рожами, свиньями всякими. То есть, Путятинский, ну, понятно, преступный режим. Кто у нас неприступный, а предатель, это что, неприступный режим? Предательский режим, котловарный. Это что, неприступный режим, барыж? То есть, что говорит, ну, переказывай, иными словами, Путятин, что... Даже если мне в чем-то и, ну, симпатизируется ваш политзаключенный, потому что они молодцы, или, да, не то, что там у нас, эти хряки, забулдыги, которых вы, блин... За булдыги всякие, которым я плачу, чтобы они убивали своих там соседей, сепары там на Донбассе, или с Россией пригнанные нареки, урки, преступники, уголовники и тому подобное. Это элемент, который помогает России чистить как-то пенитенциарную систему, чтобы больше денег шло в бюджет, а не на этих забулдых, криминальных мерах, ауежщиков и тому подобное. Они едут на Донбасс, вы их там подчистую, то есть, какая-то помощь от этого есть. Или рабы пропаганды, которые чисто за бобу работают, которые едут здесь делать провокации в Украине и тому подобное. То есть, даже если я симпатизируюсь на ком-нибудь из ваших там браньцев, политзаключенных, и решу там выпустить, то, извините, так не работает система. Абсолютно. Тем более выстроенная, путятиная, до этого кагибистским режимом, который умело справлялся, беря в разработку вот этих всех европейских педиков всяких там, которые ласы легко велись на все трюки, которые разрабатывались у кагибистов и тому подобное. То есть, ловились легко, в принципе, и ЦРУщики так же использовали, так же действовали против российских шпионов. То есть, имеется в виду то, что Путин не может дать слабину и показать своей системе, что ему вдруг понравились, он проперся на украинцах. Потому что он, ну, вот такая натура, уважает и у себя в приоритете своих уподобаний делает тех, кто сильнее его, мудрее, спритнее и тому подобное. То есть, он даже на своих плевал, потому что у него ни принципов, ничего нету такого. Есть только уважуха к сильным, которые его могут вдюхать, вдюхать. Вот это его заводит. Даже вот если в этом плане ассертивности понравились ему бы украинцы, то он бы по-любому не смог бы им удивить ни за что, не торгуясь, ни на равновесы ставля то, что должны предложить украинцы. Так та система в путирашке не работает. Потому что только Путятина начнет давать волю своим там чувствам, эмоциям и наплюет на систему у себя, эта система моментально рассыплется. Кто в ревнухах, кто в завистьях, кто еще в чем-то. Начнется страшная конкуренция, там друг друга начнет вырезать, устранять, убивать. Потом посыпется вес этот долбанный его чаморочный карточный домик. Вот такие принципы политики легко объяснимы на примере художественном, на примере фабулярном. Голливудских там жителей звезд, зажравшихся, бахачей всякие там и подобное. И поскольку нравы у них там уже генетические, Содома гоморские, извращенные, нагуха, то выходит так, что вот один муж продает свою жену, которые по своей специфике, по своей работе снимаются в порнофильмах. И жена, и муж там где-то, то есть у них в семье, как общепринятый маркетинговый подряд, что вот он нашел жене клиента, то есть как работа, заниматься порно и снимает. И когда муж начинает чувствовать, что это не просто клиент для съемок чисто, а что у этого клиента какие-то чувства к его жене, то он этого клиента чуть ли не убивает, там выгоняет, там капец, там штрафы на него накладывает, бандюков на него насылает и тому подобное. То есть до какого маразма доходят вот эти Содома гоморные принципы построения, основ своего преступного государства и тому подобного, ну если брать это, то же самое в политике. То есть он не может выказать кому-то из противников украинской стране какие-то чувства какого-то альтруизма. То есть путятила Путин может только в рамках, в рамках войны гибридной, в рамках мягкой силы высказывать там какие-то слова добрые в адрес Украины, рассказывать туфту, что там один народ и тому подобная чушь, в рамках только того, что он как волк подбирается к жертве или как шикал, чтобы грызнуть. Вот так должны понимать, должно понимать все это его подчинение. Что это вполне нормальная вещь расслаблять противника в рамках войны гибридной. Но только он, если за ним увидят, почуят, что он реально как бы переходит на сторону той самой Украины противника, то его завалят, как бы замочат свои же. Конечно, сравнивать с Кагибиской или там с НКВДовской старой системой, там где Хрущев мог скинуть через политбюро, там совещание мог скинуть этого Берию, потом также весело смогли скинуть Хрущева гвардия Брежневская. Тут, конечно, на день сегодняшний у Путина Путятина больше преференций, можно владных, провладных, нежели те же самые камняги, которые имели пленумы, свои ЦК, могли кого-то скидывать там через какие-то политические договоренки друг на друга. Да, это все кроваво было, но как-то скидывали. А тут полный гоплыв, полное раболепие. И вот, понимая это полное раболепие, Путина и не хочет давать повод этому всему раболепию, своей бизнес, военной структуре, повод для того, чтобы она тоже начинала любить какие-то другие государственные образования, нежели его эта система, которая тоже нехилые бабки приносит этим гнидам, его шапкам. Ну, а расшенщина, предательство коррупционное, котловарное задвигала нам абсолютно другую идеологию. Это пустые, пафосные кричалки, дурилки, мутилки, от которых у тупых, у био-населения становится приятно, потому что они никакие, но чувствуют в этих кричалках патриотизм, якобы так, ну, патриотизм, дудилках и мутилках, прыгалках. Они чувствуют кайф. И это их заводит. Ну, это ни к чему не приводит абсолютно. Это приводит только к котлам и подписанию вот таких мирных угод, котловарных, на крови погибших за наше отечество, бойцов напередки. И, как мы видим, уже на протяжении двух месяцев только украинские спецслужбы начинают себя вести вот так вот на международной арене по отношению к противнику, к оккупанту, к путятине, тем самым же местом, что и оккупант, теми самыми, ну, почти что теми самыми, более достойными, конечно, не такими конченными способами, более там демократические, женевские угоды, да, и забыл подобный, то сразу меняется, сразу конфигурация, сразу освобождается наша политвязнь, которые думали, что они вот такой вот борьбой там в Крыму или еще где-то, они там что-то отстоят. Они же не знали, что придет Рошеновщина сюда, предательская котловарная. Вот и думали, что все же будут бороться, и думали, что борются, а оно вышло по-другому. Начала власть бабло загребать на крови тех, кто борется, и скакать, кричалки, дуделки на терпении и мученицах тех, кто сидит за гратами, увязанными, те, которые думают, что здесь за них борются. Да, борется, погиб боец в ВСУ. Хвала и честь ему, и достоинство. То есть, на всем этом примере изобразительно можно одно только понять, досконально въехать в это, врубиться наконец-то, что никаким венецианским, сраным, потертым, жопоседельникам, сральникам этим, венецианским комиссиям всяким европарламентским, всяких сборищ, идиотов, или тех идиотов, когда в Грузии шла война, они там голосовали в Ющеновском парламенте за крыжанив, там, летучих мысль, законы, ну, примерно оно одно и все такое. Соросовская ЛГБТшная демократия. Не то, что не по карману, а это убивает любую демократию на корню, потому что приходят покатьки, приходят оккупанты и делают тут, что хотят. Поэтому только силой, умной же силой, не ЛГБТшной, естественно, не Педиковской. Там достойно и тому подобное. Нужно только бороться и отстаивать успешно свою демократию, свою государственную, свой сувениритет, а не дудилками и кричалками, звенилками, перделками. То есть, теперь уже досконально ясно и понятно, как дважды два, что вот это больное ЛГБТшё левацкое, оно настолько больно на всю голову, что оно думает, что наш украинский боец в СВСУ, который погиб, педслужба украинская, полезли, выкрали этого долбанного ЦМАХа, для того, чтобы якобы сдать его этим голландским будто бы водоносителям в своей кабуре, блин, следователям, инвестигейторам этим псевдо, которые нихера не расследовали, когда ихние голландские фирмы занимались бизнесом, строя с путятиной в Крыму, блин, Терчинский мост, им было похоро, а тут типа хопа, на шарах появился ЦМАХ, блин, да, то есть им не вдовмёк, что наши бойцы положили жизнь для того, чтобы освободить наших бойцов, не эти своры, псов, этих тупых ЛГБТшных идиотов, а наших бойцов, ну, активных граждан, наших проукраинских проукраинцев, а эти идиоты, давайте, блин, освободим, дадим этим галантерам, которые ковыряются только в жопе, а потом дают нюхать нам, блин, свою хрень, которую они там наковыряли, под видом типа демократии, под видом того, что они не голосуют, что у них что-то там в жопе болит, блин, картины болят их, которые Янукович спиздил, блин, с их музея, за которого они через Венецианскую комиссию проголосовали в свое время, что да, хай будет, ну, хай будет Янукович, вот он и будет, спиздил картины у них, блин, чтобы потом вдруг чего Украину куда-то там не приняли, чтобы был голос против Украины в Европравландии, то есть это было просчитано, ну, как 2 плюс 2, блин, в кремлевских стенах, за стенах. То есть этим, что зануто ЛГБТ-шно примитивным структурам, это не вдомек, им, ну, тяжело в это понять, врубиться в простые эти, такие вот истины, потому что у них мозг не рассчитан к усовершенствованию и не рассчитан к генерации, а только к дегенерации, и вот поэтому они такие, но все общество смотрит на них и думает, а, это же Европа, 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 давайте с них же пример, это же демократия, блин, это же такая, какая демократия, это демократия, чисто ганом, блин, то есть они тупы, потому что у них нет морали, у них нет морали, потому что, блин, у них дегенерация сидит и не развивает эту мораль, а общество идет за ними и думает, что это правильно, то есть, как может быть правильно, когда, блин, они идиоты, то есть они не понимают, что должна быть хотя бы какая-то христианская мораль, чтобы сюда на эти земли не пришел а не еханный завоеватель, опустошивший эту землю, а не еще какой-то иноверец, будет запрещать там телкам в коротких юбках ходить и тому подобное, там на дискотеках их вылавливать, там заставлять окопы копать, как эти кизяки делали на Донбассе, показывая свою доминацию гребанную, потом начали этих насиловать, их грабить и тому подобное, то есть они тупы в своем зачатии, эти имбецилы, которые называют себя ой, ой, ропа, какая-то Европа, то есть Европа это тогда, когда тебя называют Европой, а не ты, как калишный, бегаешь по этой Европе и кричишь «Европа!» А в доме жопа! То есть тут говори-не говори, хоть кол на голове тиши, для этой биомассы это не досуха, она не врубается, простые истины, короче говоря, каждое продвижение на фронте, каждая успешная спецоперация украинских спецслужб, это и есть европейские ценности, а не всякая хрень, о которой задвигают ЛГБТ-щинки, социалисты, или те же самые европейцы, пустомега. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok